Не так часто регулярная ведомственная статистика, самая скучная вещь на свете, становится обсуждаемой новостью. Но на днях Минфин опубликовал такую отчетность, что пропаганда аж захлебнулась от восторга. Оказалось, что у бюджета запредельный рост как расходов, так и доходов. По отдельным статьям на десятки процентов, если сравнивать с первым кварталом прошлого года. Да, дефицит имеется, но ниже планового. Зато заданные эконом-параметры, казалось бы, совершенно нереалистичные, перевыполняются. Комментирующие этот документ делают простой, как репо вывод. Денег хватит на все. Российская экономика, мол, никогда не чувствовала себя лучше. Давайте разбираться, так ли это на самом деле, и если так, то в какой степени. Начнем вот с чего. Российская экономика никогда не была единой сущностью. Всегда существовали две экономики. В одной жило государство, а во второй граждане. Экономики эти не особенно пересекались и не так, чтобы друг на друга влияли. Все, кто в сознательном возрасте застал черный декабрь 2014 года, не забудут его никогда. Доллар, барахтавшийся в районе 40 рублей, в один день улетел выше сотни. Обменники в срочном порядке дорисовывали единичку на табло, а граждане сметали всю бытовую технику, электронику и автомобили, что были в наличии. Это была настоящая паника. ЦБ в аварийном порядке поднял ключевую ставку до 17% и скинул доллар в коридор 60-70 рублей. Чем стабилизировал экономику? Но как стабилизировал? Граждане просто стали вдвое беднее за несколько дней. Я напомню факт, который может травмировать автолюбителей. Но это нужно сказать для иллюстрации. До декабря 2014 года Мерседес Е-класса стоил в России полтора миллиона рублей. Другой факт. Макбук, даже с наценкой перекупов, стоил тогда чуть больше 30 тысяч. Довольно быстро девальвация превратилась в инфляцию. Если в 2013 году, планируя потратить тысячу рублей, выбрали в магазине тележку, то уже в 2016 году все покупки на эту же тысячу легко помещались уже в руках. Провинциальный грузчик в декабре 2013-го спокойно зарабатывал 700-800 долларов. Спустя 10 лет в регионах вот такой зарплате не мечтает даже директор магазина. Россиянам стало плохо? Да. Вот, например, копили вы на игровой компьютер за 40 тысяч, а хлобыся, и он уже продается за 100. Кофе в турецком отеле в пересчете на рубли теперь стоит не 90, а больше 200. Всем стало кислее жить. И высокооплачиваемому московскому начальнику с привычкой к хамону и иномаркам, и нищей старушке, у которой денег только на еду. Но только не государству. Двукратная девальвация рубля, оно почти полностью компенсировало падение нефтяных цен. При цене барреля в 100 долларов и долларе по 30 выходило 3000 рублей за баррель. Баррель упал до 40, а доллар вырос до 60 рублей. Получается, тот же баррель продается по 2400. Ниже, ну, почти похоже. Пока вся страна привыкала к новым ценам, экономила там и поджималась здесь. Пока лопались предприятия, завязанные на импорт. Государство сводило профицитные бюджеты и накапливало резервы. Бизнесы оптимизировались, урезали зарплаты, переводили людей на неполный день. А государство за год удвоило штат федеральных чиновников. Это не шутка и не преувеличение. Вот данные Росстата. Вот и сегодня, прежде чем обсуждать, как дела у российской экономики, нужно уточнять, у которой из двух. Потому что у вопроса, как живут граждане и частный бизнес, будет один ответ. А у вопроса, может ли режим продолжать войну, будет совершенно другой ответ. Деньги у аппарата управления сейчас есть. Бюджет дефицитный, но сбалансированный. Если судить по первому кварталу, то заложенный в бюджет небывалый рост расходов и доходов успешно выполняется. Мы дальше обсудим, каким образом этих показателей удалось достичь. Но сразу дадим ответ на вопрос, есть ли сейчас у режима деньги на войну и компенсацию потерять нее. Есть. Вот только ответ этот мало что значит вне контекста. Представьте, что вы потеряли работу, заложили квартиру, взяли все возможные кредиты и микрокредиты, продали всю мебель и сидите в пустой квартире на здоровенной куче наличных. Есть у вас деньги на жизнь? Есть. Надолго ли их хватит? Ну, на обозримую перспективу вполне. Но что при этом можно сказать о вашем финансовом состоянии? Ничего. Просто на данный момент у вас есть деньги, которые вы можете тратить. Российское государство все еще может платить по миллиону рублей за подписание контракта. Может платить и по 10. Может выплачивать военным на фронте и 200, и 300 тысяч, да хоть полмиллиона, без проблем. Может закупать снаряды и ракеты в Северной Корее. Государство может фаршировать экономику рублями, как рождественского гуся, пока у Центробанка ставка не треснет. Одновременно платить три зарплаты за пошив маскировочных сеток, заливать деньгами стройкомплекс на восстановление Мариуполя. Субсидировать ставшие убыточными авиаперевозки, закрывать дыры в балансе бизнесов, оставленных западными компаниями на откуп эффективным менеджерам с государственной крышей. У государства есть деньги на то, чтобы компенсировать убытки, собирающего китайские машины москвича, и на то, чтобы вместо этого москвича на фронт ехал уроженец Магаданской области. Но главное, есть деньги, чтобы кормить элиты. Во время войны, когда, казалось бы, все производство и все кадры «Только для фронта и для победы», принято решение забабахать скоростную железную дорогу между Москвой и Питером за 6 миллиардов долларов. Строить ее будут олигархи из ближнего круга Путина, отчего станут еще богаче и счастливее. Если смотреть на ситуацию глазами Владимира Путина, все очень даже хорошо. Любую ошибку, глупость или неэффективность, любые потери от коррупции, можно погасить инъекцией концентрированного бабла. Если под экономикой понимать деньги в распоряжении Путина, то она в полном порядке. Но есть еще экономика, в которой живут остальные россияне, которые не Путин и не Сечин. С ней ситуация иная. Прямо сейчас основные ее проблемы – это неукротимая инфляция и острый дефицит рабочих рук, причем повсеместно, от овощного склада до большого и светлого офиса IT-гиганта. Обе эти проблемы не могут быть решены, ведь они лишь следствие объективных обстоятельств. Хотите переехать в Великобританию, но не знаете как? Есть множество программ. От рабочей визы до виз таланта или предпринимателя. Но в них еще нужно разобраться. У каждой из программ свои тонкости. Да и как понять, достаточно ли вы талант или достаточно ли инновационная ваша бизнес-идея? С этим поможет Coventry Street Advisors. Команда лицензированных юристов не просто поможет получить визу на первое время, но составит для вас персональную стратегию релокации, сразу выстраивая оптимальный путь к ПМЖ и британскому гражданству. Основатель компании – юрист Никита Хатков. Он лично прошел через все типы виз за 12 лет жизни в Британии и на собственном примере понял, как важно выстраивать стратегию с самого начала. Компания официально зарегистрирована в Лондоне и готова гарантировать результат. Если вы получите отказ, они бесплатно помогут вам заново подать документы на визу. Но отказ маловероятен. На счету компании более 300 успешных кейсов разной степени сложности. Клиентам Coventry Street Advisors, ВНЖ и гражданство одобряют в 95% случаев. Кстати, о гражданстве. Великобритания на третьем месте по количеству безвизовых стран, их 192. При грамотном подходе через визу таланта или открытии инновационного проекта можно уже через 5 лет стать счастливым обладателем такого паспорта. Кроме того, Coventry Street Advisors помогают с адаптацией. Никита Хатков уже 8 лет проводит ежемесячные дружеские встречи русскоязычных специалистов и предпринимателей. У него также есть сеть проверенных лично партнеров в сфере образовательного консалдинга, бухгалтерии, недвижимости. Всего, что вам понадобится при переезде с семьей или бизнесом. Кстати, открыть в Великобритании компанию, получить на нее лицензию и перевести ключевых сотрудников по рабочей визе с Coventry Street Advisors будет намного проще. А чтобы узнать, подходит ли вам Великобритания и как именно вы сможете туда переехать, записывайтесь на консультацию по уникальной ссылке в описании. Консультация по ней будет бесплатной вместо обычных 125 фунтов стерлингов. Почему цены растут даже при искусственно заниженном курсе доллара? Потому что экономика накачивается рублями. Когда у вас ставка 16% инфляции вообще не имеет права на существование. По идее, каждый лишний рубль, который попадает в руки граждан и предприятий, должен немедленно отправиться в банк. Нет никакого смысла запускать деньги в реальный сектор, инвестировать в строительство завода, нанимать людей, платить им зарплаты, если банк готов просто так давать вам 16 копеек на каждый рубль в год. То есть безо всяких усилий, с минимальными рисками, вы получаете мало с какой инвестиции сравнимую доходность. При такой ставке не то, что любой бизнес теряет всякий смысл, теряет смысл любая экономическая активность, кроме простых банковских депозитов. Сама идея тратить деньги лишается всякого резона. Про кредиты даже и говорить нечего. При высокой ключевой ставке такого слова нет. Ведь если у ЦБ ставка 16%, то кредит вам выдадут минимум под 18%, а на самом деле под 20%. Если вы не собираетесь торговать наркотиками, оружием или людьми, то бизнес-план с условием за 5 лет отдать банку почти в 2 раза больше, чем вы брали, просто не сойдется. На рынке инвестиций при высокой ключевой ставке просто не должно быть денег. Вы приходите к инвестору и говорите «Я нашел на огороде нефть, разработал крутое приложение, хочу превратить 3 своих художных во всероссийскую сеть фастфуда». На любое из этих предложений вам ответят «А нафига?» Если тебе повезет, лет через 5 ты, возможно, начнешь приносить прибыль, лет через 10 утроишь мои деньги. Но что если нет? Зачем мне заниматься этими глупостями, когда сегодня я сую в кассу 100 миллионов, а через год на халяву получу с них 16 миллионов сверху? При всем этом цены в стране растут. И растут настолько интенсивно, что даже Росстат, который играть в циферки умеет, в целом признает, что показатели далеко за пределами плановых. Виной тому концепт, какого белый свет не видывал. Денежная и бюджетная политика государства прямо противоречат друг другу. На Биулина ходят с пылесосом и из каждого угла высасывает лишние рубли. А в это время приезжает Минфин с самосвалом Кэша и за секунду гробят все ее усилия. Можно питаться большими сочными бургерами с картошкой фри и огромными тортами. Можно заняться правильным питанием с целью общего оздоровления. Но нельзя делать и то, и другое, одновременно намереваясь достичь результата. Это просто глупость. Что может сделать ЦБ своей ставкой, если государство главный инвестор? Если деньги берутся не на рынке, а прямо в бюджете. Ты не разрабатываешь доходный бизнес-план, не берешь в банки кредит по разумной цене, чтобы можно было его окупить. Вместо этого твоя задача рассказать государству, как за три года ты выпустишь игровую консоль, операционную систему, сотню самолетов и обязательно разработаешь программу патриотического воспитания молодежи при этом. Источник денег в российской экономике не банк. Источник денег — главный и единственный актив любого бизнеса, близость к государству. Производственный комплекс Алабуга Политех не брал кредитов на производство иранских дронов. Для него построили прямой деньгопровод из федеральной казны. Деньги для него бесплатные. Что бы там по этому вопросу ЦБ не думал. Растет спрос на жилье, а вместе с ним в небеса улетают цены. Так происходит не потому, что ипотека стала привлекательной и доступной, а потому, что на огромное количество российских семей хлынул поток щедрот от государства. Десятки тысяч получили выплаты за погибших родственников. Сотням тысяч за месяц приходит гигантская по меркам нищих регионов фронтовая зарплата. Швея из Иванова на производстве бушлатов теперь получает столько же, сколько местный чиновник средней руки. В российской культуре покупка квартиры — главная цель, ценность и смысл жизни. Критерий минимального успеха. Даже если у тебя нет ни денег, ни работы, но есть квартира, ты уже не пропащий, ты твердо стоишь на ногах. Совершенно естественно, что люди, еще вчера с трудом сводившие концы с концами и экономившие на еде, а сегодня получившие немаленькие деньги, тут же ломанулись с ними на рынок недвижимости. То же происходит на всех прочих рынках. Баснословные госрасходы идут в оборонку и смежные отрасли, в импортозамещение и компенсацию убытков целых отраслей. И подстегивают инфляцию. Рост цен покрывает даже возросшие номинальные зарплаты. А если кому не повезло немножко разбогатеть на войне, то просто он становится заметно беднее. Какой из этого выход? Перестать накачивать экономику деньгами, но тогда не получится вести войну. Вторая нерешаемая проблема – люди. Не обязательно с высшим образованием, талантами, опытом и квалификацией. Взрослый, работоспособный человек – вот главный дефицит в сегодняшней российской экономике. Государство распугивает и выталкивает за границу самых деятельных и способных. Запугивает и унижает мигрантов, чтобы те бежали не из-за подешевевшего рубля, а из-за силовых рейдов по стройкам и общежитиям. Мы об этом всем уже говорили. Это мощнейшие факторы, ведущие к дефициту кадров. Пропаганда заходится в восторге, рассказывая о рекордно низкой безработице. Но вообще-то уровень безработицы ниже 3% – это катастрофа. Это означает, что в России вообще отсутствует рынок рабочей силы. На вашу вакансию не откликнутся претенденты. Вы не сможете никого нанять. Государство теперь не только единственный инвестор, но и главный работодатель. Ему без разницы на эффективность, а значит с ним невозможно конкурировать по зарплате. Государство вытаскивает людей из экономики. Они ему нужны, чтобы воевать, на заводе дроны собирать, в Мариуполе дома строить, пополнять расширенный штат силовых органов. Заниматься любым трудом, кроме производительного. Хоть ты и шкуры, вон лезь, но твоя фирма по ремонту квартир в Челябинске не заплатит маляру больше, чем даст ему государство на стройке храма в Луганске. Там величины другого порядка. Реальная экономика платит людям не больше того, за сколько их труд можно продать. Государство, сверставшее рекордный бюджет по расходам, в легкую может приписать к зарплате нужного специалиста просто еще один нолик. В общем, потоки бессмысленных трат это будет ошибка округления. Людей не хватает всем, но только государство может сделать финальную ставку на этом аукционе. Вы можете искать грузчика за 40 тысяч рублей, если не нашли за 30. Можете даже за 45. Но губернатор за подписание контракта пообещает ему миллион сразу. И на этом рыночному торгу конец. Российская экономика стала простой, как репа. На что государство дает денег, то неплохо себя чувствует и не считает деньги. На что не дает, других местных взять нет. Графики роста или падения по отраслям ничего нам не говорят, кроме направления государственных расходов. Это все еще не плановая экономика, но экономика, которая полностью полагается на один источник. Пока источник полон, все работает. Иссякнет, все встанет. Альтернативы нет. В нормальном ли состоянии российская экономика? А Дональд Трамп в нормальном? Представим его не как предыдущего и, возможно, будущего президента США, а как абстрактного парня Джона Смита. Долги Джона Смита превышают ликвидные активы как минимум в разы, а скорее в десятки раз. Ему одновременно предъявлена пачка уголовных обвинений в разных штатах и на федеральном уровне. Против него в судах выступает как американское государство в разных своих обличьях, так и частные лица. В сумме Джон может сесть века на два. Он собрал комбо от налоговых преступлений до попытки мятежа. Львиная доля денег, поступающих на его счета, уходит на оплату адвокатов, а залог в 400 миллионов он и вовсе не в состоянии выплатить. Едва ли не каждый день где-то происходит процесс, в котором наш абстрактный Джон — ответчик. Эти процессы и перечислить-то непросто, не то, что в них разобраться. У Джона Смита все плохо? Да у него катастрофа и гражданская казнь фактически. Если он еще на свободе, то живет, считай, по доверенности. У него больше проблем, чем в принципе способен отбить живой человек. Но когда заходит речь не про абстрактного Джона Смита, а про конкретного Дональда Трампа, картинка меняется. У Трампа достаточно ресурсов и влияния на систему, чтобы пока не ощущать последствия своего деструктивного поведения. Джон Смит в такой ситуации сидел бы в углу и оплакивал свою жизнь. Дональд Трамп на частном самолете прыгает из штата в штат, собирая толпы фанатов. Смотришь на цифры и факты о Трампе и думаешь, дружище, да тебе кобздец. Смотришь на самого Трампа, сверкает, как новогодняя елка. Пока у вас в руках перекрывающий ресурс, финансовый, властный, политический, можно жить так, что ситуация в целом плохая, но вам при этом хорошо. Так же и у нас. Все ненормально. Если представить себе абстрактную страну, наплодившую столько проблем, то в ней очевидна катастрофа и социальное бедствие. Но у нас страна не абстрактная. У нас страна, где к бюджету подключена нефтяная труба с бесплатным баблом. И с его помощью можно как-то решать возникающие проблемы. До тех пор, пока в трубе деньги не имеют ни конца, ни счета. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин